Всем привет! Только переработали урожай. Вот сегодня еще собрали три ведра. Будем делать томатный сок. Здесь огурцы. Может быть сделаем салатик из огурцов и зальем томатным соком. Как я делаю сок томатный и салат из огурцов у меня на канале есть. Можете посмотреть эти видео. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Сейчас Тимур еще острый перчик соберет. Мы не снимали рецепт. Девчонки просили дать рецепт, как он делает острый перец. Он в прошлом году делал. Ему понравилось. Поэтому в этом году можем дать рецепт. Но обычно мы проверенные рецепты уже даем. Вот опять нужно делать заготовки. Девчонки, не зря я в этом году говорила, что огородом особо заниматься не буду. Я как чувствовала. Холод, девочки! Собачий холод! Тринадцать, ночью девять. Дожди шли. У нас обычно жара. Но в этом году вообще кошмарики. Вот сливу я собирала. Делала джем из сливы. Тоже рецепт выложила. Но в принципе я достаточно видео выложила на канал тех, которых не было у меня на канале. В принципе все остальное я уже показывала в прошлом, позапрошлом году. Сентябрь еще будет теплый, поэтому помидорки дозреют. Клубнику мы не досадили. За клубнику нам двойка. Ну хотя все подготовили. Но если бы мы досадили, вот в этой половине Тимур не доделал капельный полив. Она бы все равно погибла, потому что июль был жаркий. Тридцать пять, тридцать семь. Там у меня хосты. Хосты и туя накрыли от солнца. Ну а теперь уже и от холода скоро нужно будет укрывать. Ну в общем вот так выглядит наш огород в конце августа. Но уже работать не хочется. Ой какой ветер. Надеюсь звук будет нормальный. Все, быстро убегаем. Прошлый год был более урожайный и более плодотворный. Но мы и занимались огородом много. А в этом году, я в начале сезона сказала, что у нас будет в этом году ленивый огород. Ну а девочки, мальчики, я считаю для ленивого огорода мы достаточно наделали заготовок. Если бы было больше, я не знаю куда бы мы все это девали. Мы и так раздаем. Не все мы съедаем сами. Ну вполне достаточно. Салатик вот досеивали. Вот уже вырос какой. И укроп у меня посеянный. Еще в конце сентября на зиму соберу укроп. Даже не в конце сентября, а уже через две недельки. Да через неделю уже. Можно будет вот этот весь укроп собрать и на зиму заморозить. Как я замораживаю укроп, у меня тоже видео есть. Но там нет ничего сложного. Вот еще чуть-чуть салатик взошел. Вместе с сорняками. Полоть не буду. Замерз и нос, и руки. Тимур, ты замерз? А ты перец собрала? Перец? Нет, я не собирала. Я его не ем. Фаршировать? Фаршировать? А, ну давай немножко соберем. У нас фарш есть. Пофаршируем. Я, в принципе, думала, что все там уже. Я прошлась. Не увидела. Там он несколько штук. Да пусть еще подрастает. Через недельку соберем. Завял? Потому что та неделя жаркая была, а я не приезжала поливать здесь. Там капельный полив, а здесь нет капельного полива. В общем, мы приедем еще за помидорами. И смотрите, эта яблонька вся усыпана. Она отдыхала прошлый год. Вот так она усыпана. Мелкие яблочки. Сейчас покажу, какого они размера. Ну, они очень-очень вкусные. Они такие кисловатые, но они очень вкусные, сочные. И пюре яблочное надо будет сделать. И, наверное, посушить на компот для внучки, для Василисы. Ну, в общем, может быть, еще рецепты сниму в этом году. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса и Тимур. Переходите на наш канал Жили-были. Там у нас семейные влоги. Всем желаю удачи. Пока-пока. Ты говоришь, перец собрала. Я замерзла, у меня руки аж скрючились. Видео надо быстро снять и домой.